Этот жилой комплекс «Симфония» на улице Павлюхина начали строить еще в 2012 году, но потом стройка встала из-за банкротства застройщика фирмы «Фон». Первые ключи от своих квартир люди начали получать только в марте прошлого года. Дома устремились ввысь после прихода нового инвестора – компании «Бриз». Это четвертый дом. Сюда Эльсия Арнурулина вложила 5 миллионов рублей за 100 квадратов. Еще в 2014 году продала свою двухкомнатную и взяла кредит. Сейчас в ожидании. Вынуждены жить с родителями и двумя детьми в Зеленодольске. 18 тысяч в месяц я плачу ипотеку. Мы взяли полтора миллиона на доплату этой квартиры. Тетяну квартиру оформили под ипотеку. Сейчас мы живем в Зеленодольске, в другом городе. И я каждый день вынуждена ездить в Казань, чтобы могла оплачивать эту ипотеку, чтобы могла работать. Если бы таких, как Эльсияр, признали остро нуждающимся дольщикам, возможно, проблема бы уже разрешилась, так как это ее единственное жилье. Ведь не все дольщики, которые себя таковыми называют, реально нуждаются в квартирах. В мэрии предлагают ввести категории дольщик-инвестор и дольщик-нуждающийся. У нас есть данные от правоохранительных органов, что есть дольщики, которые приобрели до 26 квартир. Такое разделение позволило бы организовать адресную помощь и быстрое решение проблем для действительно обманных дольщиков и снизить спекулятивный интерес дольщиков-инвесторов к недобросовестным застройщикам, искусственно снижающим цены. Сейчас федеральный центр предлагает и вовсе отказаться от долевого строительства в течение трех лет, перейдя на проектное финансирование. В мэрии задались вопросом, куда денутся уже собранные средства компенсационного фонда. В него застройщики, привлекающие деньги дольщиков, отчисляют чуть более процента от каждой сделки. Такие суммы внушительные лежат, даже в татарстанском, если 2,2 миллиарда, давайте выходить в законодательную инициативу, чтобы хоть какой-то процент в процессе участвовал. Мы тут по сусекам собираем в буквальном смысле крохи, чтобы достраивать. Таким образом, в прошлом году в Казани сдали 6 проблемных домов. Это 1360 квартир. Сейчас готовится к сдаче жилой блок Г в комплексе МЧС. Строительно-монтажные работы ведутся еще на двух объектах этого ЖК, а также на Фучика, Царицынский и Бугор возобновят стройку в ЖК Молодежной. Остальные в очереди. Анна Граднова, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань. Анна Граднова, Андрес Интальцев, ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова